Бывшие рабочие Верхнесенечихинского металлургического завода вновь вышли на акцию протеста. Теперь они требуют выплаты отпускных. За последний месяц это уже третья голодовка на обанкротившемся предприятии. Из Верхнесенечихи репортаж Павла Чумакова. Десять часов утра. У ворот Верхнесенечихинского медзавода собираются бывшие сотрудники. Рабочие словно туристы. Выбирают место для костра, разбивают палатки и достают теплые вещи. Только вот поесть на этом пикнике им не удастся. Люди в очередной раз объявили голодовку. Гона у меня тусует. Племянник должен прийти. Честно, деда не в обиде. Ну и четверо, сколько мы везем. Похоже, получать деньги таким образом на предприятии становится традицией. За последние месяцы это уже третья голодовка. Люди требуют не только выдать зарплату, но и отпускные, и даже алименты. Светлана Кайгородова для наглядности даже привела с собой сына. Алименты, зарплата, чтобы было, да. Не жалко с сыном деньги. А что делать? Может, у кого-то совесть приснется? Настроены, что пока деньги не дадут, значит, уходить отсюда никто не хочет. Осталось единственное своим здоровьем рисковать. Что еще делать осталось? Атмосфера накаляется, когда к голодающим выходит главный инженер. Люди буквально засыпают его вопросами. Нам есть дома нечего. Нам детей не в чем собирать в школу. Я не смеюсь нисколько. Городские власти тут же спешат успокоить. По крайней мере, с обучением детей помогут. Если сегодня есть проблема, значит, помочь, чтобы ребенок пришел в школу и сделать ему бесплатное питание, то есть мы это по школе решим. Учебники, тетради и ручки – это что-то мы поможем, я думаю, что сделаем. Ситуацию на Верхней Синечихинском заводе сейчас держит на контроле областное правительство. Сейчас региональные власти пытаются найти покупателя на остатки заводского чугуна. Вот сегодня, как быстро мы сможем реализовать этот чугун, так быстро сможет решиться вопрос выплаты уже компенсации. Это последняя оставшаяся сумма, порядка 11 миллионов рублей. Как только остатки продукции будут проданы, рабочие смогут получить свои деньги. Пока же в палаточном городке царит тревожное ожидание. Павел Чумаков, Александр Черных, События ОТВ.